Вот и ты. Заказ прибыл. Я знаю, что звучит безумно, но они отлично подходят для наблюдения за большими территориями. Да... Летучие мыши полицейские. Они обнаруживают любые подозрительные движения и очень быстро сообщают о них. Я поместил их на открытом месте. Идите и проведите их и ровно. Вперед. Так, у нас осталась последняя машина. Еще скутер есть. У полицейских машин там расход намного медленнее. Естественный радар 0,4. Сменим. Если можно. Нельзя. Вот они, гордые и верные. Начните движение первым. Точка отмечена на карте. Я езди. А, ок. Мы можем летать. Ставить летучие мыши на пилон. Взаимодействие. Пиро на месте. Переходите к следующему. Ускоряться он не может. Точно, наверное, молнии не долбанет. Площадь второго пилона охраняется. Следующая. Продолжение следует... Продолжение следует. По следует. еще один мы там у нас будет полное покрытие территории все территория охраняется принимающая летучая мышь здесь в дремпо предупредит нас если его товарищи заметят что-нибудь подозрительное теперь нам куда обратно обратно вот если мы внизу сидим то он опускается если мы упрыгиваем то уже не опускается а и и и и и Летучие мыши кое-что нашли. Еще одного пришельца той же расы, что и Сехор. Я не могу связаться с Сехором, но, судя по имеющейся у нас информации, этот парень манипулирует сном, запирая животных. Он вводит данные в свой компьютер и нам нужно знать, каковы его планы, вводите в его лагерь и загрузите данные. Будьте осторожны. Хоть недалеко. Ну, вы в лагере и он выглядит очень хорошо защищенным. Найдите свой путь внутрь. Кажется, нет никакого способа преодолеть этот барьер, но, возможно, ваш котенок сможет протиснуться сквозь эти камни. Нажмите «В». Так, вернись-ка под землю. Это пахнет. Почему? Почему мы не можем? Потому что мы можем перепрыгнуть просто в барьер. Почему нам котенок? А, нет, не можем. Ладно. Взаимодействие. Отлично. Мы внутри лагеря. Получи данные, пока инопланетяне не будет занят. Проверите карту. Терминал номер один. Успел. А, он так не перепрыгивается. Терминал номер два. Данные получены. Не хватает только одного. Так. У нас, по идее, не видится. Терминал номер три. Данные скопированы. Убирайся оттуда, пока я пытаюсь связаться с Сергом для расшифровки. Я буду ждать тебя в Дримпол. Все, можно сразу вернуться. Котенок сам прибежит. Не удалось отправить файлы в Ксехор. Нарушев рог вы только частичные. Насколько я понимаю, Observer понес большой ущерб. Сехор очень занят ремонтом, но объяснил, что каталогизатор ведет себя подозрительно. Ксари обычно изучает сны, но никогда не передает никаких данных. Однако, наблюдатель уловил множество сигналов, исходящих из сна. Борьба с каталогизатором может дестабилизировать сон в пользу сущности. Но, к сожалению, мы должны замедлить его, пока не узнаем больше. Будьте осторожны. Борьба с сущностью. Что у нас там наверху? Сюда и надо. Уходя, я должен закончить анализ и отправить данные этого существа в совет. Если ты останешься здесь, ты пожалеешь об этом. Уважайся. Быстро. Прилей в купол и уничтожь это. Здесь можно заправиться. не надо. Заправиться не надо. Вот так. Забоди существо из машины. Страшное дерево. Предоносное яблоко. Обратно. 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 Используем лошадиная сила Используем лошадку А есть Барта, рыбак Ребяшка, опротивентарь, уберите Объект и ревяшка Доставка Ребяшка Вроде все Надо лучку другую сделать Все Так вот, по-моему, заправка Отлично Теперь мы знаем, что все-таки в игре имеются заправки Перезагрузить Старые мы, конечно, машину уже не вернем Карту нам не открыть Из машины Надо вылезти и посмотреть Баганамата А мы уже пробежали Оцелимся Куда-то туда И зарядить не получилось Оружие Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова